Доброго времени суток Сам фильм снимался в городе Атланта, штат Джорджия, США Много ли фильмов достойны просмотра? Потратить от часа и больше своей жизни на просмотр интеллектуального творения группы людей, попытавшихся развлечь, напугать, рассмешить или заставить задуматься? Порой, идя в кинотеатр, мы берем ведро попкорна, бутылочку пива или стакан колы Все употребляем это в своей желудке, точно так же, как потребляем то, что нам вываливают с экрана Некоторым достаточно, чтобы в фильме появился любимый актер или актриса Кому-то важна визуальная составляющая Кто-то сидит рядом, жует попкорн и пишет рецензию А кому-то всего и нужно, чтобы в фильме была раскрыта тема сисик Все мы разные и, соответственно, нравятся нам разные фильмы Кинокартина «Синхронность» безусловно не дотягивает до размеров картин, которые будут закупать наши прокатчики Калибр не тот, режиссер неизвестен Актеры также малоизвестные «Синхронность» у себя на родине не окупился, собрав какие-то жалкие крохи Которые измерялись не то, что у разряженных клоунов вселенной Марвел в миллионах Сто тысяч для такого фильма был по пределу Скорее всего, я бы охарактеризовал его как фильм для любителей научной фантастики Хочу отметить, что в «Синхронности» очень много технических фишек от кино 80-х годов Тут вам и медленно вращающиеся вентиляторы в плохо освещенных комнатах Цвета подобраны сплошь неон, синий да пурпурный Добавим сюда легкую обработку изображения плагином известной компании Не так жирно, как в том же «Кунг Фьюри» Музыкальные пассажи в стиле Ван Гелеса Начальные титры подозрительно похожи на шрифт под названием «Блэйд Раннер» Кстати, постоянные вспышки света за окном и парящие в небе вертолеты Как бы снова неспроста, а отсылка к фильму Ридли Скотта Да, добавим ко всему этому Майкла Айронсайда Тоже своеобразный привет из 80-х Не стоит винить создателей в визуальном цитировании кинофильмов других режиссеров Так как образцы, на которые равняются режиссер и его команда Давно стали культовыми Сюжет фильма начинается довольно интересно Показывая и рассказывая зрителю в первых 30 минутах события и локации Где будут происходить действия этой головоломки Да-да, до сих пор современного зрителя можно загрузить сценарными финтами Главное, чтобы сценарист не заигрался и не потерял нить повествования А то складывается ощущение, что большинство сценаристов пишет свои работы Не читая того, что написали ранее В общем, познакомив нас с героями, фильм начинает раскрываться Словно тот цветок, который фигурирует в этом повествовании Сцена отыгрывается, увядает и опадает Открывая нам новый взгляд на события, которые произошли с десяток минут назад Минуты, часы, дни Время в этом фильме непосредственный участник всех событий, встреч и диалогов Герои фильма пытаются познать тайны мироздания Но как это обычно бывает, открывают совершенно другое Время Оно не щадит никого, и познать его не имеет смысла Это герой почувствует на своей шкуре Смысл быть здесь и сейчас Кроме всех этих заумных понятий, в фильме, естественно, есть добро и зло Добро – это любовь и чистые помыслы Зло – это алчность, власть и большие деньги Для чего главный герой затеял все это? Что пошло не так и почему смешались время, научные эксперименты, темные властные личности, опасности и открытия? Все из-за нее, из-за любви Кино не для всех Будет интересен любителям научной фантастики Тем, кому нравится тема путешествий во времени и пространстве Поклонникам бегущего по лезвию бритвы, в принципе, должно понравиться тоже Ну и в конце концов, не так уж и часто выходят серьезные фильмы на тему путешествий во времени С вами был канал LFTL Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok